Сегодня в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, где проживают самые малообеспеченные казахстанцы. В помощи государства нуждается больше 1 миллиона человек. Из них больше трети проживают в Туркестанской области. Почти 12% в Жамбылской, следом идут Алматинская, Казалардинская области и город Шимкент. Причем 66% всех получателей это сельские жители. Министр труда сегодня отчитывалась об обновленной системе адресной социальной помощи, которую внедрили с января этого года. Она предназначена для людей, чей доход на человека находится в пределах черты бедности. А это 14 142 тенге. Мадина Аблкасымова с гордостью говорит, что этот показатель удалось поднять, ведь в прошлом году сумма составляла чуть больше 11 тысяч. Правда, сейчас само пособие не превышает 50% от размера прожиточного минимума. Это те же 14 142 тенге. Насколько сумма реальна для жизни, трудно сказать даже чиновникам. Вы как министр можете называть сумму, которая, по вашему мнению, достаточно на человека, чтобы питался хотя бы не в ущерб своему здоровью? Сколько нужно денег в месяц? Я думаю, что после проведения расчетов можно будет уже давать ответы. Официальная статистика говорит о том, что адресная помощь помогла выйти из состояния бедности почти 45 с половиной тысячам казахстанцев. Напомню, что теперь выплаты делятся на две категории. Безусловная помощь для семей с нетрудоспособными гражданами. И обусловленная помощь для семей, где есть как минимум один трудоспособный человек. Но этот вид выплат не перманентен. Физически здоровому человеку необходимо найти работу через отдел занятости, после чего его лишат и этих копеек. Мы попытались выяснить у мажористменов, достойна ли сумма таких выплат и сколько человеку нужно, чтобы не умереть с голоду. Ведь величина прожиточного минимума в стране 28 284 тенге. В принципе, на питание на одного человека, если 15-20 тысяч, это скромно, но это возможно. Развитые государства, у них есть на эти возможности. У нас таких возможностей нет. Они подняли черту бедности до 5 долларов в день. Но даже такие копейки чиновники на местах умудряются не осваивать. Из 1 миллиона 144 тысяч за 9 месяцев деньги дошли только до половины. Самые проблемные регионы – Астана, Алматы и Мангастал. Получается, что из-за чьей-то нерасторопности люди по-прежнему живут за чертой бедности.